Это как раз женщины. У Марта с праздником поздравил Кирилл Харламов. Вот у этого с виду обычного для одесситов трамвая есть на самом деле свой характер и даже имя. По крайней мере, так считает кондуктор Наталья. Ласточка называем наш мальчик. Трамвай он как живой человек. Требует ухода и нормального человеческого обращения с ним. То есть убрать, посмотреть, что-то где-то потереть, что-то не скажем так. Наталья работает кондуктором уже 11 лет. До этого со своим высшим образованием она трудилась на заводе. Однако с развалом промышленности пришлось искать новую работу. Тем не менее, профессия кондуктор ей нравится. Прежде всего из-за возможности общения с людьми. Это занятие и трамвай любить больше, чем она может, разве что водитель Татьяна Бондарь. Я с ним разговариваю как человек. Мне кажется, что он меня понимает. Когда я выходная, он может часто ломаться. Но когда я на нем, он не ломается. Он меня чувствует. Он понимает, знает, что я его люблю. В марте месяце у Татьяны Петровны сразу два праздника. 8 и 11 марта. В этот день, 41 год назад, она вывела из депо свой первый трамвай. Многие из нынешних водителей трамваев – ее ученики. 20 лет Татьяна Петровна была инструктором вождения. Вот 99% на трамвае водителей – это мои ученики. И на фонтане тоже. Вот как проходит вагон – это мой ученик. Как проходит вагон – это мой ученик. Мы вот у вас, конечно, такое поскромнее букетик. Спасибо. В женский праздник работницы горы электротранса благодарят мужчин за проявленное внимание. Мы, работники горы электротранспорта, очень рады тому, что сейчас мэр повернулся к нам лицом. Во-первых, в нас нет никакой задолженности по зарплате. Нам выплачивают вовремя зарплату. И нам даже под нам праздники наш начальник трамвайно-троллейбусного управления вернулся, наш родной начальник трамвайно-троллейбусного управления, который проработал здесь тоже более 40 лет, он вернулся сюда. И нам, внимание, нам подарили конфеты с ним 8 марта. Пусть это будет скромный подарок, но нам, всем женщинам, это было очень приятно. Следующая остановка – Жуковского. Галина Ивановна за рулем тоже больше 40 лет. Только вместо железного пути под колесами ее машины – обычный асфальт.